У него свой строгий метафоричный взгляд на искусство, реальность и время. Художник Михаил Кабан-Петров презентовал во Владимире свою персональную выставку. Благодаря авторской технике у зрителя создаётся впечатление, что вдруг из небытия возникают объёмные предметы и ассоциации. Мастер утверждает, что творчество — это чудо, и всегда вопреки. Пространство искусства — особая духовная зона для художника. Это сотрудничество не впервые. Художник уже принимал у нас участие, правда, в коллективных выставках. И эта его персональная выставка, я думаю, это интересное явление в изобразительном искусстве Владимирской области. Художник Кабан-Петров из Костерёва. И у него совершенно свой взгляд на задачи и цели изобразительного искусства. Михаил Кабан-Петров родился в селе Решоты Новосибирской области. Закончил Новоалтайское художественное училище и Московский художественный институт имени Сурикова. А теперь живёт и работает в Петушинском районе Владимирской области. Это интересно. Это действительно искусство, могу сказать. Хотя я больше музыкой увлекаюсь. Какая-то фактура. То есть не отталкивают такие работы, когда есть предметы, прям вот строенные? Нет, это интересно. На выставке мы побывали ещё до официального открытия. И с художником лично пообщаться не удалось. Сам Михаил Кабан-Петров, судя по его цитатам, публичности не любит. О своих работах говорит так. Я рос под неохватным объёмом бездонного неба, опиравшегося по всей окружности на почти идеально ровный горизонт. Потому на вопрос, почему моим картинам присущи пустынность и упрощённая горизонтальная композиция, однажды ответил так. От того, что прямая горизонта досталась мне по рождению. По словам художника, название выставки «Холст. Время» — это не просто метафора. Ведь мастер живёт не только на своей земле, но и в своём времени. А значит, подвергается его влиянию, давлению, реагирует на происходящие события. В результате на холсте и рождаются визуальные знаки образа, знаки послания. Маргарита Махрова, 6 канал.